Здравствуйте, друзья! Пришло время почистить мой обратный осмос. Фильтр обратного осмоса у меня Atol Patriot. Что нужно будет сделать? Поменять три основных фильтра, мембрану, постфильтр и промыть бак. Открутил первую колбу. Первый полипропиленовый фильтр выглядит вот таким вот образом. Немножко потемнел. Должен быть он абсолютно белый. Вот это вот рядом с левой стороны новый. Колбу с водой. Где-то последний раз менял я эти фильтры месяца 3-4 назад. Первая ступень у меня была полипропилен 10 микрон. Вторая ступень тоже полипропилен 5 микрон. Сейчас я снял третью ступень. Там угольный фильтр. Но по угольному фильтру и не поймешь, насколько он сгрязнился отсюда не видно. Колба у него выглядит следующим образом. Не менял я угольный фильтр где-то побольше, чем полгода. Может быть месяца 8. Как-то так. Тоже там какие-то... Что-то там уже такое коричневое плавает. Колбы я внутри помою с хозяйственным мылом и замочу с водой с содой. Для откручивания колб можно использовать вот такой вот ключ специальный. Но лучше колбы закручивать руками не очень сильно для того, чтобы было проще потом руками и откручивать. Но еще они могут присасываться и поэтому приходится использовать ключ для того, чтобы их откручивать. Ключ у меня хранится здесь рядом с фильтром, чтобы его не искать. Плюс также отмечу то, что фильтр у меня... Вот колбы с фильтрами стоят просто на полу. Их можно вешать. Но с этим получается дольше будет осуществляться поддержка, снимать, вешать снова. А так они стоят и под весом бака фильтры прижимаются, чтобы они не упали. Для наглядности тоже покажу, как выглядит второй постфильтр. Он немножко светлее, чем первый. Ну и по сравнению, вот этот вот белый, совсем новый. Использовался фильтр, этот второй тоже, ну где-то примерно месяца 4. Вода во второй колбе, в принципе, практически такая, практически чистенькая. Также на колбе удобно отметить, в какую сторону ее нужно откручивать. Потому что, когда она сильно присасывается, появляются сомнения. И также еще я считаю, что есть смысл колбы потом вернуть в том порядке, в котором они были прикручены. Я пометил вот третью циферкой специально, чтобы вернуть ее на место. На всякий случай, чтобы не было потом протечек. Мало ли чего. Помыл колбы. Оплоснул также резиновые прокладки. И смажу их сейчас растительным, рафинированным маслом подсолнечным. Читал на эту тему в интернете. Там рекомендуют использовать специальные смазки. Но как-то мне не хочется все-таки химию использовать. Строитель один подсказал то, что прокладки в трубах обычно смазывают простым подсолнечным маслом. И все в порядке с ними. Ну и я тоже аналогично сделаю это с помощью растительного масла. Далее. Нужно промыть бак, резервуар. Что я для этого сделал? Пришлось сделать переконфигурацию. Ну, во-первых, я пометил входы и выходы для трубочек. Какие трубочки куда подключаются. Чтобы потом легко было все это вернуть. И в чем заключается смысл переконфигурации. Выход из основных вот этих трех колб. То есть, вот сюда, вот с левой стороны, красная трубочка. Это подвод воды из трубы. Непосредственно откуда вода подается. Там краник есть. Далее. В колбы я налью сейчас жидкость для промывания. Надену эти колбы без фильтров. Потом, после того, как краник я включу, жидкость эта пойдет далее. Выйдет отсюда. Здесь. Какой смысл? Смысл такой, чтобы после того, как вода будет выходить, она непосредственно попадала бы в бак. И из бака могла бы быть изъята с помощью крана. Соответственно, из системы мы убираем мембрану и постфильтр. И переключение у меня выглядит следующим образом. Здесь. Здесь. Вода выходит из последней колбы. Далее она входит. Вот сюда. В двойник. Двойник идет. Желтый. Желтая трубка идет на бак. Собственно, в бак пойдет вода. И синяя трубка это кран. Кран. Сперва мы наполним бак очищающей жидкостью. Он постоит. Мы его потрясем. И потом можно будет приоткрыть кран для того, чтобы воду эту спустить. Переконфигурация системы делается довольно-таки просто. Здесь быстро зажимные, используется быстро зажимной механизм. Снимается вот эта заглушка. Сейчас покажу быстренько. Она похожа на подкову. И далее нужно вдавить внутрь вот эту прокладку. И в другую сторону тянуть трубку. И она выходит. И обратное действие по установке, по соединению. Вставляем трубочку плотно туда, где-то на сантиметр-полтора. Дальше выдавливаем вот эту вот часть внутреннюю. По соединению устанавливаем обратно подкову. И немножко на себя подтянем трубочку. Там механизм встает в распорку. И соединение устанавливается плотное, хорошее. Теперь самое интересное. Нужно приготовить жидкость для очищения. И наполнить ими колбы. Поставить колбы на место. Я эту тему поизучал. Обычно очищаю лимонной кислотой. Но также я еще добавлю туда соды. Хорошенько ее растворю. Загашу. Добавлю туда же. И перекись водорода. Количество здесь никакие рассказывать не буду. Потому что этого до этого никогда не делал. В интернете никаких рецептов на эту тему не нашел. Буду по интуиции. И дальше посмотрим по результатам. Может быть отпишусь. Загашу соду. Для того, чтобы она полностью растворилась. Чтобы ничего на стенках бака не оставалось. И еще добавлю ложку соли. Столовую. Соль тоже хорошо очищает. Раствор получился очень щелочной. Сейчас тут 3 столовые ложки соды. Чуть меньше. Столовая ложка соли. И лимонная кислота дает сильную реакцию. Какой тут печь получился непонятно. Есть у меня опасения за колбы. То, что внутренняя часть, вот эта пластиковая, может немного разъесться. Воду буду использовать теплую. Но не слишком горячую. Она более активно будет очищать бак. Установил колбы. Включил воду. Но что в итоге получается? Вода потихонечку в бак пошла. Значит, вода по красной трубке у нас идет. Заходит в первую колбу. Потом во вторую, в третью. Здесь у нас жидкость очистительная. Отсюда по трубке дальше вода выходит сюда на разветвление на две трубки. Одна трубка идет на кран. Другая трубка идет в бак. Разветвитель на две трубки я подключал через вот это устройство. Не знаю точно, что это такое. Но у меня есть подозрение, что здесь есть обратный клапан. То есть, вода идет из фильтра в эту сторону. Но в обратную сторону она уже не может идти. Но я точно этого не знаю. В любом случае направление нам нужно именно это. Попробовал из крана воду. Приоткрыл кран. И действительно идет солоноватая вода. Так что раствор пошел. Бак наполнился. Теперь можно перекрыть везде кранчики, чтобы давления в системе не было. Чтобы где-нибудь что-нибудь не прорывалось. Вот в наших этих временных трубочках. И теперь бак можно оставить на полчаса. Пусть он очищается. Пусть там все растворяется. Также отмечу такой момент, что когда я включил кран с подачей воды в систему, то у меня пошли подтеки вот здесь вот. И пришлось подтянуть. Я вытащил синюю трубку, вставил и ее немножко подергал. Чтобы она поплотнее зажалась. Ну, отмечу тоже для истории, что в итоге я добавил туда в раствор 3 загашенных ложки столовой соды, 1 столовая ложка соли, половину пузырька перекиси водорода и около 3 пачки лимонной кислоты. Ну, не знаю, может быть, есть смысл и просто только лимонную кислоту использовать. Не знаю точно. Ну, решил все для надежности. Прошло где-то около 45 минут. Думаю, что уже там внутри все почистилось. Теперь нужно будет промыть бак с водой. Ну, раз, наверное. Раз, два. А, то есть сейчас спустить всю жидкость, потом набрать еще раз, спустить, набрать. И потом уже поменять, поставить фильтры, поменять мембрану, поменять постфильтр. Что у меня получается? Полипропиленовый фильтр 10 микрон, потом полипропиленовый фильтр 5 микрон, потом угольный фильтр, потом мембрана и потом постфильтр. И я вот посмотрел видео в интернете. Там говорят то, что все специалисты рекомендуют устанавливать угольный фильтр посередине. То есть сначала фильтр грубые очистки ставят там микрон 20, например. Ну, в зависимости, наверное, от воды. Но у меня вот будет 10 микрон, вода не очень вроде как у нас в Москве грязная. Потом ставят угольный фильтр. Вот не знаю, насколько есть смысл его ставить посередине, потому что вот эти полипропиленовые фильтры, они довольно-таки дешевые. Их можно часто менять, а вот угольный фильтр, он уже дороже. И получается, как мне кажется, есть смысл очистку перед ним делать. Вот, ну не знаю точно. Потом мембрана, потом постфильтр. Ну, в итоге я, наверное, поставлю, как и было у меня, последним угольный фильтр. Все-таки, думаю, поставлю я угольный фильтр посерединке. Будет префильтр полипропиленовый, потом угольный. Его первый фильтр можно будет часто менять. А вот этот вот фильтр тоже полипропиленовый, 5-микроновый. Он будет защищать мембрану, чтобы туда только очень маленькие частички попадали. В общем-то, в этом есть, думаю, смысл. И также, раз уж у меня тут все разобрано, решил я повторить очистку. И теперь использую просто лимонную кислоту. Целую пачку высыпал в теплую воду, она растворилась. И сейчас я залил это все опять в бак под большим давлением. И пусть бак этот постоит еще, да хоть часик. Хорошенько отмоется, пополоскается. И еще один момент в пользу того, чтобы по середине ставить угольный фильтр. Потом будет идти полипропиленовый фильтр, который перед мембраной. И можно будет при замене этих трех фильтров судить о том, насколько грязная вода. Потому что если смотреть последнюю ступень, если угольный фильтр здесь находиться, не будет видно, насколько он загрязнен. А так получается, по третьему фильтру можно будет судить, какая грязная вода будет перед мембраной. И по поводу очистки бака Получилось так, что в итоге очистил я первый раз Как рассказывал, второй раз просто лимонной кислотой И потом еще раз Не все, что было в колбах, вышло с лимонной кислотой в первый раз Еще пару раз прогонял я Наполнял и сливал бак с лимонной кислотой Потом помыл, снял колбы Налил туда обычную воду И несколько раз очищал бак с помощью воды Замена фильтров в первых трех колбах Вопросов вызывать не должна Все довольно-таки просто Колбы откручиваются, ставится фильтр, колбы закручиваются По поводу замены мембраны В колбе мембраны Откручивается вот эта часть Здесь внутри видна мембрана И теперь писатижами нужно За вот эту часть вытащить силой саму мембрану Писатижи вот у меня, например, вот такие Не сильно тяжело она вытаскивается Я уже один раз ее вытащил Внутри была вода Сейчас просто показываю еще раз на видео И теперь можно поставить новую мембрану Использовал я ее где-то два года Это вот вода у нас в Москве Очищалась через эту мембрану Такое у нее текущее состояние Вот здесь вот на колбе тоже была резинка Прокладка тоже ее можно смазать Смажу ее растительным маслом рафинированным Ну вот по сравнению с старой мембраной Вот так вот выглядит новая мембрана Причем тоже отмечу такой момент То, что в фильтрах обратного осмоса Есть стандартизация То есть можно покупать, например Это фильтр у меня Атолл Патриот И просто удобно было мне купить Фильтры для гейзера То есть из-под гейзера фильтры тоже подходят Как и мембрана, как и префильтра, так и постфильтр У них стандарт один Это с одной стороны Это с другой стороны Новая мембрана поставилась довольно-таки просто Сил практически не пришлось применять Для того, чтобы ее туда запихнуть Мембрану поменял Заодно протер, чтобы и снаружи тоже фильтр достойно выглядел Опять-таки Здесь колбу мембраны не буду рекомендовать сильно закручивать Чтобы легче ее было бы потом раскручивать опять И помните вернуть резиночку на место По поводу постфильтра тоже отмечу То, что замена очень простая Нужно просто снять два быстро съемных элемента И поставить их на новый постфильтр Также еще отмечу, что в качестве постфильтра Можно установить, например, ощелачиватель воды И фильтр, который будет восстанавливать ОВП-показатель Вот встретился Ну, сам пока еще не покупал таких Но встретился на Алиэкспрессе Видел, такие есть интересные вещи Постфильтр установлен Теперь осталось вернуть прежнюю конфигурацию Подключения трубочек По поводу соединения Я просто сейчас несколько сделаю соединений Переключателем покажу, что это довольно-таки просто Что я еще перед этим сделал Я сделал разметку, уже показывал Чтобы мне проще было возвращаться К той конфигурации, которая уже была И подкову И теперь потянуть назад Чтобы поставить там трубку в распорку А здесь теперь у меня зеленый Он был с зеленым вот здесь Вот здесь тоже сейчас покажу Снимаю подкову Надавливаю внутрь И трубку вытаскиваю Она у меня была здесь Сюда вставляю А эта была здесь Вставляю сюда Ну и опять-таки Возвращаю подковы Ну вот таким образом Довольно-таки просто Можно систему быстро переконфигурировать Система собрана Воду я включил потихонечку Для того, чтобы фильтры начали расправляться И сперва я забыл открыть бак И у меня вода пошла на входе к постфильтру Пошла вот на этом стыке Ну и я что сделал Выключил воду Сделал здесь соединение еще раз Вытащил, воткнул И чуть-чуть его укрепил Подтянув Вытащив немножко Потянув трубочку на себя Ну и потом Когда открыл бак И включил уже воду Тоже потихоньку Все Все уже Пошло нормально Ну теперь в конце Что я сделаю Я теперь Пропущу Воду По фильтру Наберу пару баков Солью их И потом у меня уже будет готовая вода На этом Буду заканчивать Что в итоге хочу сказать Фильтр у меня Этот Атолл Патриот А А575 Очень удобный Ну вот я Полностью Сейчас Это прочувствовал Поменяв все Помыв бак До этого Я им пользуюсь уже Где-то года два И до этого я Частично Вносил Обновление В него Частично Обновлял фильтры Сейчас же все Полностью сделал И в итоге Что хочу сказать То что очень удобно Менять все Очень удобно Делать переконфигурацию Отключать Подключать Если что-то сломается В части Думаю Запчасти Можно будет найти Вставить Поменять То есть Починить Фильтры Также очень удобно То что можно Покупать От других Остматических Систем Они стандартизованы Так что В общем-то И сам фильтр Атолл Патриот Довольно-таки Бюджетный Недорогой Показал себя За эти два года В очень хорошем свете Скоро у меня Придет Я заказал ТДС метр Нужно будет проверить Как водичка В итоге Получается Ну на этом Заканчиваю Благодарю вас За внимание Желаю Чтобы в вашем доме Всегда была чистая вода Благодарю за внимание Всего самого доброго Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok